Дорогие отцы, братья и сестры, я вас сердечно поздравляю с воскресением Христовым. Мы слышим замечательные слова о Господе нашем, который ради спасения людей пришел на землю. Сын своего Божественного Отца, Бог Вечный, ипостасная премудрость, явился здесь, на земле, полной благодати и истины, как об этом говорит Иоанн Богослов. И мы слышим слова апостола Павла, который говорит, что благодать спасительная явилась всем людям в лице Господа Иисуса Христа. И это событие и явление Бога в нашем мире совершенно изменило и нашу жизнь. Мы, приняв спасительную веру, теперь имеем счастье и возможность обращаться к Богу непосредственно от своего сердца. Этой возможности не было до пришествия Христа. Нет, конечно, люди обращались и каялись, но стояла стена между человеком и Богом, которую возвел человек своими грехами. И невозможно было никак вернуть то райское общение, которое было когда-то у человека с Богом. И вот спаситель мира примеряет нас с Богом Отцом, становится ходатаем, берет в свою божественную жизнь нашу человеческую природу, наше тело. И уже в этом виде, когда мы читаем и поем символ веры, вознесшегося на небеса и сидящего одесную Отца, то говорится о том, что уже с человеческой плотью, которую принял Иисус Христос от Девы Марии, Сын Божий, в этой плоти ходатайствует пред Своим Небесным Отцом. Казалось бы, какая разница, то Он без воплощения всегда был со Своим Небесным Отцом и Святым Духом, и сейчас уже с нашей плотью, там, в местах, которые недоступны ангельским силам, Он присутствует с нашей человеческой природой. Все это сделано ради нас, не ради Бога. Бог – совершенное существо, ни в чем не нуждается. А мы, к сожалению, зараженные грехами на этой планете, которая ветшает вместе с нашими жизнями, мы требуем того, чтобы о нас позаботились, о том, чтобы за нас ходатайствовали, потому что у нас нет личных своих сил превозмочь меру греха, яд этого греха, который вселился в человеческую тробу. Это все равно, как инфекционный больной, зараженный страшной инфекцией, не имея лекарства, болеет и умирает, разрушается. И нужна обязательно поддержка врача, мудрого человека, который придумал эту целительную пилюлю, нам помогающую. И мы принимаем ее и выздоравливаем. Вот ходатайство Сына Божьего уже в человеческой плоти – это ходатайство от нас всех людей, которые ходят в такой же плоти. Конечно, Божественное тело Господа Иисуса Христа отличается от нашего тем, что оно не подвержено греху. В Боге нет греха, Он его не творил. И, как мы слышали сегодня в апостольском чтении, нет общего, ничего общего у Христа и Велиара. Другими словами, нет ничего общего у Бога, который блаженный и добрый, с дьяволом, со злом, с этой материей, которая тоже понесла на себе следствие грехопадения человека. Поэтому очень важно, что Господь именно вочеловечился, ибо таким образом Он в человеческой плоти принес жертву за грех мира, и уже как не просто Бог, а Бога-человек ходатайствует о нашем спасении, и примирилась небо и земля. Посмотрите, как много Бог сделал для нас. И более того, мы сегодня, стоящие в храме, приняли спасительную веру. Мы ее не отстаивали, как, например, священномученик Игнатий Богоносец, перенесение мощей, которого мы сегодня отмечаем. Он был отдан на съедение зверям за то, что любил Бога и исповедовал Иисуса Христа не человеком, а Бога-человеком. Для языческого мира это был нонсенс, это было невозможно. Было в пантеоне Афинском много богов, но чтобы Бога-человек там был, чтобы Сын Божий там был, да не будет. И, конечно, пострадал он за веру. С IV века мы видим Вселенские соборы, которые отстаивали спасительные догматы. И здесь мы тоже не участвовали. Русь, которую потом назвали святой, приняла учение о Боге во всей своей чистоте и красоте после Вселенских соборов, после этих баталий, которые происходили в греческой византийской земле. И мы счастливы, что приняли чистое учение от Бога, знаем Его послание, божественное откровение, которое нам дано, и мы им пользуемся. Потому что, уверовав в единого, во святей Троице Бога, мы крестились и приобщаемся с спасительным Его таинством. И вот сегодня апостол Павел, который говорит нам о том, что нет ничего общего у Христа и всего этого язычества, всего этого дьявольского и злого, что есть в мире, замечает. Вот мы приняли истинное учение. Апостолы видели Сына Божьего. Многие из них, все из них исцеляли и творили чудеса. И неужели сейчас апостол Павел обращается к христианам первого века? И неужели сейчас мы отступим от этой веры и будем в нее вбирать всякую другую ерунду, которую нам предлагают языческие философы и те, кто служит идольскому служению? И он говорит замечательные слова. Вы же получили свободу во Христе. Вы стали свободны от грехов. Вам дана истина и правда. В ваших руках есть все для того, чтобы спастись и войти в Царство Небесное. Неужели сейчас вы хотите оставить эту чистоту Святого Православия и отдаться на всякие измышления человеческие? Апостол Павел выражает это очень красиво, образно в контексте того древнего мира, где рабство было нормой жизни. Он говорит «Не подклоняйте свою голову под чужое ермо. Мы, освободившиеся от языческих представлений, от верований, которые не соответствуют понятию, истинному понятию о Боге. Когда нам в руки дано святое служение Богу в Божественной Литургии и в Таинствах Церкви, сейчас кому мы должны еще подойти и поклониться? Мы кланяемся только Единому, в Троице, нам, открывшемуся Богу. Не поддаемся никакому другому Игу. Нам не нужны никакие другие учения. Почему я об этом сегодня говорю? Да вот рядом с нами находится культурный центр Автоград. И вот совсем недавно там под видом индийской музыки предлагалось поучаствовать в таких интересных событиях. Послушать музыку. Висит плакат «Давайте заниматься йогой». Рядом говорят «А мы под эту музыку можем медитировать. Наш народ же не знает индийский язык, не знает что такое мантры. А там на сцене сидят служители индийского культа и хвалят своего лже-бога. А их там достаточно. И вот наш народ места в зале не хватило. Аж все устремились этой экзотики почувствовать. А пока они там танцевали и пели, на улицах нашего города другие. Мы бы сказали протестанты от индуизма, буддисты, стоят, раздают листовки, айда к нам, вы же здесь совсем незнакомые люди, у вас же нет своей веры, нет корней, давайте к нам. Боже мой, 21 век на дворе, мы что, не прошли вселенские соборы? Мы что, не слышали наших великих святителей? Завтра будет отмечать церковь трех вселенских учителей, Василия Великого, Иоанна Златоуста и Григория Богослова. Они для чего трудились? Вы только посмотрите их жизнь, она вся в гонениях. Иоанн Златоуст, вот буквально на днях мы отмечали перенесение его мощей. Откуда? Его из Византии аж туда, на так называемый Новый Афон отправили в ссылку, чтобы не слышно было золотой голос церкви, потому что он обличал императора, царицу в их лжеучениях, исследовании мирским обычаям. Посмотрите, они для чего страдали. Чтобы мы завтра пошли в клубы и театры слушать то, что обличил Господь и то, что апостол Павел назвал общением Христа с Виляром. Никогда наша вера не может принять в себя никакие другие учения. Это невозможно. Когда мусульмане говорят у нас Бог один, то мы, христиане, говорим, что, конечно, мы в единого Бога веруем, но представление об этом едином Боге в христианстве и в исламе радикально отличается. В нашем учении Христос открыл себя как Сыном Божьим. В исламе Иса есть всего лишь один из пророков, просто человек. Но разве Христос пришел как просто человек? Апостол Петр, исповедуя Христа Сыном Божьим, говорит, ты имеешь слова вечной жизни. Куда нам еще идти? Мы видим тебя Сыном Божьим. Бог открыл это людям. И Сын Божий такую жертву принял на кресте ради нашего спасения, что сегодня просто ради того, чтобы поинтересоваться, а что там происходит в этих клубах и театрах, это преступление и предательство своей веры. И это рядом с нами в 21 веке. Посмотрите, дьявол не дремлет. Он нам предлагает астрологический прогноз на музыкальных каналах, в газетах, на телевидении, но что говорят астрологи? Ну, я могу сразу обобщить все 12 знаков зодиака. Они говорят одно. Будьте мирными с людьми, исполняйте золотое правило этики, и вам будет хорошо. Вот что говорят все астрологические прогнозы. Они не повторяют ничего нового, что было сказано от сотворения мира, но они утягивают нас в лжеучение, а дальше, после того, как нас обольстили, мы начинаем служить иным богам, а иных богов нету, кроме единого истинного бога, а значит, мы, уклоняясь от истины, уклоняемся от божественного света. И посмотрите, в этих цивилизациях уже нет божьего света, почти не остается. Европа такая, мы говорим, просвещенная, приняв католическое учение, а дальше протестантское, во что превратилась? Стоит только начать уступать и нас скинут сразу с этого высокого достоинства христианского, которое мы имеем. Ведь самым большим искушением для христиан первого века, а сегодня стоит об этом говорить, потому что память Игнатия Богоносца дает нам возможность все-таки слышать первых христиан. Посмотрите, почти две тысячи лет прошло, а мы о них помним. И более скажу, святой Игнатий оставил послание, и желающие найдите его на просторах интернета, чего мы только не находим. Найдите послание Игнатия Богоносца, почитайте его, человека, который уже шел на мучение и оставил последние важнейшие слова, которые он хотел передать своим духовным детям. Так вот, самое большое искушение для первых христиан было следующее. Язычники говорили, слушайте, ну что вы со своим Христом там возитесь? Ну поставьте его статую в наш пантеон. Все очень просто. Мы поклоняемся своим, вы приходите к своему Христу, всем будет хорошо под единым афинским мариопагом. Но христиане говорили, нет другого Бога, кроме Господа нашего Иисуса Христа. Нет другого Бога. Так устроен мир, Бог один, и Он являет нам себя в Святой Троице. И поэтому они не могли и не хотели и не желали ставить статую Христа в ариопаг. Они знали, что один Бог, истинный Бог, Господь наш Иисус Христос, Который явился здесь на земле ради нашего спасения. Именно поэтому они шли на мучения, страдания и смерти. И не боялись, потому что вера их была сильна. И они знали, что разлучившись этим телом, помнили слова Христа, душу их никто не может отнять или схватить или закрепостить, кандалами заковать. Невозможно человеку схватить душу другого. Поэтому бессмертная душа, которая собственно и выбирает между добром и злом, она и решает, где же ей быть в вечной жизни. с Богом или без Него. Поэтому апостол Павел сегодня говорит нам о ценности христианской веры и того божественного откровения, которое нам дано. Это не альтернатива другим верованиям, а оно единственное и есть. Как мы понимаем, что вот на этой планете мы все есть, вот точно так же мы должны понять и одно, что другой нет веры, потому что нам Сын Божий открыл об этом. И сегодня хорошо звучат слова апостола Павла не приобщайтесь к бесплодным делам тьмы. Поэтому будем хранить святыню, залог, божественную благодать, которая в нашей церкви пребывает. Будем ценить и охранять святое православие. Не надо нам никаких прогнозов. Разве мы не знаем, чем закончится этот мир, жизнь? Мы в символе веры это постоянно поем. Зачем нам читать прогнозы? А сколько времени нашего бесценного здесь на земле мы тратим на пустое вот это? Не надо ничего искать. Святой равноапостольный князь Владимир уже все поискал, все веры прошел, везде посмотрел, взвесил и нам передал самое чистое, самое спасительное, самое святое, что есть на земле. И этот дар божественной благодати и любви в полноте пребывает в нашей церкви. И наши святые, в том числе и 20 века, об этом ясно свидетельствует. Благодать Божия пребывала и постоянно пребывает в нашей жизни. Будем хранить благодать, но если нарушаем заповеди Божии, через покаяние восстанавливаться в своем христианском достоинстве. Я желаю всем вам преуспеть в божественной любви, в радости, в святости, в свободе. Будем свободны от этих других учений, которые мешают нам жить, потому что у нас есть свобода во Христе. Он освободил нас от греха. Не надо нам ничего другого, как это дыхание свежести вечной жизни, которую дает нам Дух Святой, действующий в нашей церкви. С воскресением Христовым поздравляю всех вас, желаю помощи Божьей, и пусть на этом спасительном пути в Царство Небесное мы окажемся победителями над грехом, злом и всякой ложью этого мира. Как бы она ни сыпала в наши карманы этих монет, но мы знаем истинную ценность этих медяшек, поэтому будем собирать золото Божественной любви в Царство Небесное. Аминь. Аминь.